В июле суд в Орске приговорил 50-летнего Ильшата Ульябаева из Башкортостана к пяти годам колонии. У мужчины восемь детей и жена с онкологией. Он единственный кормилец семье. Это первый приговор участнику баймакских протестов. Баймакское дело – одно из самых репрессивных в России. Точное число фигурантов до сих пор неизвестно. По разным данным, их может быть около 90. Два человека погибли в ходе следствия. Одному силовики сломали позвоночник во время пыток, выбивая из него признательные показания. Спустя больше полугода становится ясно, что для руководства региона наказать участников митингов – это вопрос принципа и бессрочного процесса. Причем наказать с показательной жестокостью, чтобы другим неповадно было. ПОЗИТИН 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 17 января 2024 года тысячи жителей Башкортостана вышли на митинг за освобождение экоактивиста и одного из главных политических противников главы республики Фуиля Алсынова. В тот день, в 30-градусный мороз, люди с самого утра стояли часами у здания Баймакского суда. Требование было одно – отпустить активиста и прекратить его преследование. Фуиля Алсынова в итоге приговорили к четырем годам колонии по делу о возбуждении ненависти, а сами протесты закончились разгоном с применением слезоточивого газа, дубинок и светошумовых гранат. В ответ силовиков летели снежки и палки. Тормозите протест, дальше нет смысла. Мы не угробки людей, тормозите того, что они меня обкатятят, или что они. Таратыгат или будем вода гасить. Все, тухтаргагаря, вы всем все доказали. 17 января мой муж Ильяс Бегускаров, он просил людей, которые поддались эмоциям и участвовали в массовых беспорядках, их выводили на эмоции, Росгвардии, все правоохранительные органы. Если бы он, например, не вмешался бы, они бы еще продолжались, еще хуже становилось бы. Не знаю, почему его задержали, несмотря на то, что он пытался выполнять работу правоохранительных органов. Ильяс Бегускаров, муж Ильины, один из первых и самых известных фигурантов баймакского дела. Блогер и активист рассказывал об экологических проблемах в Башкортостане, собирал деньги на строительство мечетей в селах, защищал городище Уфа-2 и открыл этнический барбершоп. Восемнадцатого я с ним пообщался по телефону, а потом через час уже его задержали. Сначала мне показалось, что все нормально, административка будет какая-то небольшая и выйдет. К сожалению, не так случилось, открыли уголовные дела и с тех пор, вот 17 января, он там находится в СИЗО. В протоколе написано, что я скандировал Хабирова в отставку, но ни на одном видео нет такого, что я скандировал Хабирова в отставку. Мне инкриминирует то, что я организатор этого митинга. Я почти каждый день рыдала, не могла как-то взять себя в руки, потому что я была еще беременна, на третьем месяце. И для меня было это каким-то ударом, то что такой момент, когда мы ждем ребенка, у нас такие планы на будущее. И вместо того, чтобы, например, я, как обычно женщины, наслаждаются беременностью, с мужем там проводят время, все такое, я ходила по пунктам передач, по судам, по адвокатам, бегала туда-сюда, хотя я должна была просто отдыхать. И у меня была еще угроза прерывания беременности. И я очень сильно переживала и за ребенка, и за Ильяса тоже. В июле, спустя полгода задержания Байгускарова, у Ильяса Селина родилась дочь. 3 сентября активисту продлили меру пресечения до 17 декабря. Он до сих пор не видел ребенка. Свидания в СИЗО запрещены. Байгускарова решили оставить, видимо, скорее напоследок. Почему? Потому что он фигурирует во многих материалах, как один, действительно, один из таких организаторов. С учетом того, что мы видим, в том числе и с теми людьми, которые признавали свою вину, это буквально первые, которые прошли, мы видим, что власть решила не скромничать в назначаемом наказании. И, скорее всего, наказание будет, если не максимальное, то близко к максимальному. Потому что для власти важно продемонстрировать, что будет, если вы пойдете против власти. У него есть такое убеждение, что ли, странное, что честный человек, или даже, может быть, мусульманин должен сидеть в тюрьме. Не знаю, почему он так считает, но он как раз так приступил как-то по совести. Я думаю, его в любом случае задержали бы. Но, может быть, из-за того, что он засветился, ему хуже. Поэтому, получается, ни одно благое дело не будет оставаться безнаказанным. Через пару дней после приговора Фаилю Алсынову митинги продолжились в Уфе, столице Башкортостана. Сотни протестующих возили хороводы, пели песни на башкирском. Но этот митинг также закончился разгоном и задержанием людей. Пацану забирают. Ни за что, да? За что забирают? 37-летний помощник машиниста Рифат Даутов пришел к месту митинга в Уфе, чтобы встретить свою девушку. Позже его задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках. На следующий день после задержания участковый пришел к родителям Даутова и пригласил их на опознание тела. Мужчина погиб при задержании силовиками. Сегодня мы опознали брата. Я просто хочу узнать причину смерти моего брата. Провластные телеграм-каналы тут же опубликовали видеоролики, где якобы свидетели задержания говорят, что Рифат был то ли болен, то ли пьян. Причиной смерти назвали употребление суррогатного алкоголя, с чем принципиально не согласны семья и друзья. Рифат мусульманин, и это противоречит исламу. Хабиров тогда публично отказался почтить память погибшего минутой молчания, назвав его преступником, при том, что вина Даутова не была доказана. Вот что предлагаете с вашей минутой молчания возвращаются? Человека, который совершил и обвиняется в тяжком преступлении. Организация массовых беспорядков и посягательственного сотрудника, которого пришлось брать спецназом. Ваше предложение минуты молчания, оно отвратительно. Спустя 8 месяцев уголовное дело по факту смерти не открыто. Семья считает, что гибли Рифата при задержании хотят объявить несчастным случаем. Его били и пытали. Он точно умер не своей смертью. Из-за инсульта или инфаркта у него не было проблем со здоровьем. Если его сердце остановилось, то оно могло остановиться только из-за электричества. Второй умерший фигурант Баймакского дела, пенсионер Минияр Байгускаров. По словам родственников, мужчину избили силовики, требуя дать показания и признать вину. Он не выдержал давления и повесился. Про Минияра Байгускарова это мой однофамилиец, мы не родственники, но земляки. Минияр, я позвонил родственникам, мне сказали, что ничего не будем говорить, человека довели. В СИЗО остаются фигуранты дела, подвергшиеся пыткам. Дима Давлеткильдина арестовали в январе. В отделе полиции ему сломали поперечный отросток. В поясничном отделе позвоночника отбили почки. Это подтверждают медицинские документы из больницы. Заявление Давлеткильдина по факту избиения следственный комитет все еще не рассмотрел. Папа порассказывал, что он туда ездил. Потом, через какое-то время, раздался звонок, получая следователь позвонил. Просто кратко сказал, приходите туда-то, туда-то. Говорит, ваш отец задержан, все. Мы в невидении. Мы не думали, что что-то произойдет, потому что он также был на Куштал. Там, получается, в палатках он ночевал. Отстаивал, получается, гору, так же, как со всеми. И в тот момент там тоже многих задерживали. И он, получается, тоже попал под эту же раздачу. Ну, несколько суток он там присидел, его отпустили. Я не думаю, что что-то будет серьезное. Ахмеду Якупову 18 июня исполнился 61 год. День рождения мужчина встретил в СИЗО номер один Уфы. 17 января активист пришел к зданию Баймакского суда поддержать Фаиля Алсынова. 22 января поздно ночью силовики забрали Якупова из дома. Раз он так решил, что нужно было ехать, так было, ну, и, получается, поехал. Как бы он такой человек сам по себе принципиально. Если он что-то там хочет сделать, ну, он сделает. Если кого-то поддержать нужно, то поедет, поддержит. В каких-то таких вот беспорядках он не участвовал. Даже следователь мне сам говорил про это. Я спрашивала, говорит, снежки. Он, говорит, не бросал, как бы в таких этих, не был замечен. Просто есть какая-то фотография, нечеткая даже, не знаю, даже не похожая на него. Ахмед Якупов был одним из защитников Шихана Куштау, с которого началось противостояние главы республики Хабирова с местными жителями. И, в частности, экоактивистам Фаиле Малсыновым. В 1920 году власти решили передать Куштау башкирской садовой компании под разработку известняка для производства соды, что привело к массовым протестам. Шиханы — часть Большого морского рифа с историей в 230 миллионов лет. Для башкортов эти горы священные, с ними связаны множество местных эпосов и преданий. Всего в республике их было четыре — Юрактау, Уштау, Таратау и Шахтау, последний из которых уже был срыт башкирской садовой компанией до основания. Люди боялись, что от Куштау также останутся только карьер и точка на карте. Куштау дальше! Куштау дальше! Куштау дальше! Куштау дальше! События на Куштау объединили очень много людей. Все подружились, даже мои знакомые из Уфы туда ездили, рассказывали. Недавно, получается, была годовщина Куштау. И много его знакомых собирались, передали через его друга, получается, грамоту с медалью. Я ему об этом сказала, но он обрадовался очень. Тогда защитникам Куштау удалось отбить Шахан, но это были другие времена. Мы были в организации «Башкорт», нас преследовали, нас заводили в уголовные дела, штрафовали, сажали там на сутки. Когда Хабирова назначали на должность главы республики, ему поставили два условия. Первое – это разобраться с башкирскими националистами. И второе – это решить вопрос с сырьем для БСК «Совода». Это вот тот самый знаменитый Куштау, который он отдал. И мы первая, скажем, серьезная сила, организация «Башкорт», которая выступила против разработки Куштау. Мы сказали, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы Куштау не отдать. Начало делу против Фаиля Алсынова положил личный донос Радия Хабирова, в котором он обвинял активиста в разжигании межнациональной розни и экстремизме за фразу «кара халык», которую он дословно перевел как «черный лют». В организации протестов за свободу активиста власти в итоге обвинили политика и бывшего коллегу Алсынова по Башкорту Руслана Габасова. Сам Габасов свою причастность отрицает. Это очень удобно свалить. То есть Хабиров довел население до того, чтобы произошли вот такие вот события, которые вспыхнули протесты. Но чтобы оправдаться перед Москвой, перед людьми, которые, скажем так, не особо разбираются, особенно те, кто не живет в республике Башкортостан, конечно же, легко свалить на людей, которые якобы курировали все эти протесты из Запада. Сейчас меняется конкретное действие до 17 января. Но все дела начинаются с того, что они в подробностях описывают деятельность ныне запрещенной организации «Башкорт», которая признана экстремистской организацией. Этого еще пока нет, но в целом мы не исключаем того, что будут возбуждены дополнительные дела за участие в деятельности экстремистской организации. Мы не экстремисты. Мы многонациональный народ республики Башкортостан. Мы за справедливость! Паил Алсынов после апелляции находится в ИК-29 в Перми, где, по словам адвоката, неоднократно подвергался насилию со стороны сотрудников СИН. А большинство судов против людей, вышедших за его свободу, перенесли в города других регионов – Орск, Оренбург, Ижевск и Самару. Я думаю, что перенесли, потому что, во-первых, боятся повторения инцидента, не хотят нагнетать. Ну и чтобы это не было провокативно, мне кажется, знаете, если в одном и том же месте каждому там будут лепить 5-10 кому-то и так далее, то это в любом случае может привести к каким-то таким повторениям ситуации. С другой стороны, может быть, думают, что, как сказать, как будто бы независимый суд не в регионе, не у нас и так далее. Некоторые сторонники Фаиля Алсынова после протестов были вынуждены покинуть страну. Одним из них оказался известный башкирский артист Алтынай Валитов. Народ был возмущен от этих новостей, и я в том числе. Так как я знаю Фаиля, и народ знает Фаиля как борца за справедливость, за экологию. Для меня было очень несправедливо то, что там народ баламутит, так скажем, именно со стороны органов, там арестовывают, избивают, сажать начали. И я уже, ну вот, скипел, и я не мог за этим спокойно смотреть. Пропаганда со всех щелей говорит нам, мы русские, в Украину отправляет башкир пачками умирать. Под лозунгом «мы русские» деноцифицирует Украину. Но мы же не русские. Мы башкиры, где справедливость. И мы должны вот схавать этот произвол. Вот мы схаваем. И через сто лет башкирский народ с тысячелетней историей исчезнет. Я не готов мириться с этим. Мы башкиры не готовы. Я боюсь, да, я боюсь. Я вот сижу и плачу. Днем, 17 января, Алтынай опубликовал обращение с призывом выходить на акции протеста. Уже ночью 18-го артист уехал в Казахстан, а к семье пришли с обыском. Говорят, что проводятся следственные мероприятия. А внутри уже кто-то ходит. Окно разбито. Перед тем, как выложить видео, я отправил свою семью к родственникам. Ну, ожидаю, что за мной придут. Потом мне стали звонить мои знакомые, друзья, в том числе из администрации. Вот, то, что за мной уже выехали. И я сбежал из дома. Теперь музыкант живет в США, но продолжает получать угрозы. Мы когда находились в Турции, в правительственном канале выложили пост с убийством в Испании. И вот этот пост они себе репостнули. И типа вас ждет то же самое. Через пару дней после митинга в Уфе на той же площади глава Башкортостана Хабиров провел концерт «Свою поддержку», на которой согнали бюджетников со всей республики. Люди стояли с выданными им заранее флагами России и Башкортостана, а на сцене надпись «За Россию». Вот у нас тут всех обязаловка идти на вот это принудительное. Как его поддержку Хабирова устроил, показуху, всех гонят. Уже надоел. Если честно, уже ***. Вот. Вот принуждает народ прийти и показуху эту устроить. Нормально? Нет? Вот я не хочу идти. Вынуждено вот от того, что на работе могут, уволить. И все, у всех кредиты, у всех ипотеки. Мы пришли сюда потому, что мы хотим жить в мире и дружбе. Мы хотим, чтобы все нацисты ушли в Башкортостан. Спустя 8 месяцев в заключении продолжают оставаться около 90 фигурантов баймакского дела. По данным ОВД-Инфо, Башкортостан занимает четвертое место в России по политическим репрессиям. А согласно исследованию медиазоны, республика на первом месте по числу погибших на войне в Украине. Большинство из них – мобилизованные башкиры. На этом фоне Радий Хабиров 8 сентября избрался на новый срок. Когда Радий Хабиров пришел в 2018 году к власти, у него был очень большой кредит доверия от населения, особенно среди башкир. Но началось просто охота на ведьм, начались преследования оппозиции, начались вот эти скандалы за скандалами. Это же вот это куштау и баймакские события – это только не одни события. Постепенно люди начали понимать, что Хабиров, будь он там трижды башкиром, по крови, но это вообще ничего не значит. Человек приехал просто исполнять приказы Путина. Наша задача – обеспечить вот именно безопасное, комфортное, справедливое голосование. Вот это главная задача. А уже подсчет голосов покажет все остальные решения и как это все будет происходить. Если вот сдаться в фабулу вообще дела и посмотреть, что конкретно эти предстоящие делали, мы увидим, что на самом деле вина, прямо скажем, не то чтобы не доказана, но сильно преувеличена. Бросание снежками, я не считаю, что это какой-то холодноружный снег, посадили ни за что. Я уже смирился с тем, что на него вешает самое тяжелое обвинение. Совсем тяжело, мы все скучаем по нему. Каждый день вот мои братишки спрашивают, когда вернется Ильяс, когда вернется Ильяс. Они вот первый класс пошли и спрашивают, сколько нам нужно отлучиться, чтобы Ильяс вернулся. И этот, ну, когда я ему об этом рассказываю, он плачет всегда. Это человек наивный. То есть я считаю, что может быть хороший результат. Вот так вот. Он считает, что нет, результат будет не очень хороший, но он старается верить в лучшее. В июне месяца я была, получается, в зале, в заседание меня опустили. Ну, было тяжело видеть отца в наручниках. А сейчас как-то, ну, более-менее стало легче, но когда я это вспоминаю, у меня до сих пор наворачиваются слезы. Ох, что-то как-то не верится, что все идет к лучшему, так как достаточно долго находится в СИЗО. Он под домашний арест его, получается, не выпускает, а он человек как бы уже в возрасте. Конечно, если бы я могла, я бы сделала что угодно, чтобы отпустили задержанных. Потому что они как бы не преступники, они не насильники, они никого не убили. Они никакие-то не экстремисты, не сепаратисты, не террористы. Хотели сохранить природу просто. Потому что во многих деревнях грязная вода, грязный воздух, природа уничтожается полностью. Там, где раньше росли ягоды, всякие лекарственные травы, просто природа была прекрасной. И там ничего не осталось, кроме просто следов трактора и все. И люди, которые неравнодушны к своей истории, к своей природе, к своим предкам, к своей земле, они просто пошли по зубу сердца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok